Шеф-повар, Максим Григорьев. Вареники с крапивой. Если пришла весна, то почему бы не воспользоваться подарками с ближайшего луга и не подать к столу блюда из дикорастущих трав. Время приготовления, 40 минут. Ингредиенты, тесто для вареников на кефире. Кефир 500 мл. Мука пшеничная 5 ст. Сахар 1 столовая ложка. Сода 1 столовая ложка. Соль 1 чайная ложка. Яйца куриные 1 штука. Ингредиенты, начинка для вареников с крапивой и яйцом. Кефир 500 мл. Мука пшеничная 5 ст. Сахар 1 столовая ложка. Сода 1 столовая ложка. Соль 1 чайная ложка. Яйца куриные 1 штука. Крапива свежая 1 пучок. Лук зеленый 1 пучок. Начинка для вареников с крапивой и яйцом. Лук репчатый 1 штука. Масло подсолнечное рафинированное 100 мл. Соль 1 щепотка. Чеснок 0,5 головок. Яйца куриные 4 штуки. Шаг 1. У нас уже готово тесто для вареников на кефире, собрана крапива, зеленый лучок и отварены домашние куриные яйца. Поэтому сразу ставим воду в большой емкости, подсолив ее, чтобы к моменту заброса первой сформованной партии вареников, она уже бурлила. Шаг 2. Крапива была залита кипятком и успела остыть. Поэтому мы можем спокойно обрывать ее нежные листочки. Шаг 3. Мелко нашинкуем лук репчатый и чеснок. Спассируем их на растительном масле. Шаг 4. Добавим в румяную пассировку листья крапивы и выпариваем из нее лишнюю влагу. Шаг 5. Теперь очередь нарезанных перышек зеленого лука. Шаг 6. Опционально добавляем кусочек сливочного масла, 60-80 грамм. Так будет вкусней, но это делать не обязательно. Шаг 7. В размягченную и уменьшившуюся в объемах зелень добавляем рубленные отварные яйца. Солим готовую начинку для вареников. Шаг 8. Теперь займемся тестом. Сформуем из первого части валик. Шаг 9. Разрежем его на порционные кусочки. Шаг 10. Раскатаем скалкой сочни. Шаг 11. Распределим на сочнях нашу начинку для вареников. Шаг 12. Сформуем наши пироги полумесяц и с крапивной яичной начинкой. Шаг 13. Отвариваем нашу первую партию вареников в кипящей подсоленной воде. Это займет около 6 минут. Шаг 14. Выкладываем готовые вареники шумовкой в подходящую закрывающуюся емкость, сдабривая их маслом и встряхивая. Также поступаем и с оставшимися партиями вареников. Подаем их к столу с пылу, с жару, подгарнировав сметаной, шкварками, жареным репчатым луком, на выбор, в соответствии с вашими предпочтениями. Приятных гастрономических впечатлений. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!